Всем привет! Салют! Это Витя, меня зовут Даня, у нас сегодня... Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Значит, собственно говоря, Женевьевы, серебряные ноготочки, там вся фигня. И вторая часть первого открывающего рассказа. Прошлая наша часть закончилась на том, что наши герои торжественно сбежали из кибитки тюремной, куда их упекли поборники чистоты и справедливости, морально-этических норм, так сказать, и дали торжественно дёру в лес. Вот, и также мы выяснили, что среди вот этих весёлых культистов чистоты завелась крыса Дзинчёвская. А именно, наш старый знакомый Джет Ли. Найс. Ес. Вот, который, так сказать, путём сложных махинаций хочет встроиться в структуру этого культа, для того, чтобы вроде как бы неплохие ребята делали хуёвые вещи. Они как бы и до Дзинча справлялись, в принципе, с этим, потому что закрывали кабаки до бордели и открывали везде ебучие кофейни. Но вот он решил, так сказать, поднажать. Так. И в результате мы видим, как, ну, в конце прошлой части герои спустились к реке в ущелье и попиздили, так сказать, по её берегу для того, чтобы найти какую-нибудь деревню. Потому что Женевьева и наш дорогой Вычич, они скованы всё ещё кандалами. Ну, он там их срезать пытался. Да, но у него не получилось, потому что он их срезать не может, Женевьева их порвать не может, потому что они посеребрёные. Ну, и, значит... У него кандал посеребрёный. Да, 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 да. Ну, и пиздош от наших героев, получается, по лесу. Уже где-то вдалеке... Звучат фермеры, да. Вот, деревенька, судя по всему, какая-то, потому что на деревьями уже виднеется дым от печечек, скажем, от трубочек. И там, естественно, можно будет наверняка найти себе какой-то кузнеца или какого-нибудь мастера, который сможет эту хуйню расковать. Вот, Женевьева заебалась просто фантастически, на самом деле, потому что сейчас день, солнце только-только начало смеркаться, вот, а она всё-таки какой-никакой но вампыр, так, вот, поэтому ей под светом дня, конечно, идти тяжело, она устала, у неё болят глаза, она такая, вот, блядь, где же мои тёмные очки, когда они так нужны. Она знает, где они, они остались в гостишке-то, она убегала. Обидно. Вукатич тоже, естественно, будучи простым человеком, заебался ещё более фантастически, бедолага еле тащится. Вот, и вот так вот придерживая друг друга, ковляют они по лесу до самого закату. Стемнело. Женевьева стало чуть получше. Но возникла проблема. С наступлением ночи активировались её вампирские штучки-дрючки, а именно красная жажда. Она смотрит на Вукатича и такая, не, ну в целом-то, ну хавчик же. Вот, чувствует, как клыки у неё во рту удлиняются, как когти потихонечку растут, но держатся. Такая, я не пью, так сказать, кровь у человека против его воли. Вот если Вукатич подошёл и сказал, глотни по-братски, там это, псс, аааа, то, конечно, был бы другой разговор. Ну а так как он вампиров-то побаивается, будучи простым, смертным, он, естественно, ей этого не предлагает. Ну и, значит, пиздош, что не... Так а чё на самом деле, это раньше вообще всё лечили кровопусканием, типа, плохо себя чувствуешь, кровопускание, голова заболела, кровопускание. Так ну на самом деле это факт, потому что скоро ему будет, у него будет очень интересное состояние. Ну так вот, пиздош, что не по лесу, ночь и тишина данная навек, значит, где-то там уже свет деревеньки виднеется, и женивая такая, чу! А, он ходит, идёт и доёбывает его, такой, типа, а чё ты вампир? А чё ты сосёшь, короче? А чё вы не это самое? Вот, и она такая, тихо! Она услышала, как в 60 километрах от них кожаная броня скрипнула. Ну не в 60 километрах, ладно, в метрах в 4, но тем не менее! Она вампир! Они, значит, сохранились. Итальянец. Итальянец-таксист. Они, значит, сохранились, смотрят, а там, значит, свет факелов появляется, по лесу идёт, ну, вооружённые люди. Так, женивая такая, да не, ну хуй так какая-то. Не будет же конвой останавливаться, и, ну, типа, и вот эти сектанты, блядь, не будут отправлять солдат только для того, чтобы найти двух сбежавших людей, типа, нахуя? Типа, они не великие преступники, они просто трахались в неположенном месте. Она приглядывается к ним, они в кожаных доспехах, там, короче, с факелом, с мечом, значит, кто-то с фонарём, осматривает близлежащую территорию. Она видит на них герб. Это, короче, типа, геральдический щит, и там это, перчатка кольчужная. Такая. Вот. И узнаёт герб, собственно говоря, этого, Владислава Бласко. Владислав Бласко – это Костелян-защитник города, жувбара, из которого они ушли. Она такая, не, ну, блядь, Костелян-то нас точно искать не пойдёт? На какой хрен ему это надо? Такая, это ж неспроста. Вукотич тоже такой, типа, блядь, надо сваливать, короче, походу, это самое. Она такая, типа, да ты успокойся. Говорит, да, солдаты, но они же не нас ищут. Я ещё не понимаю, что они тут делают. Вот, говорит, так что это самое. Нормально всё будет, не бзди, пойдём. Они обходят этот патруль, доходят до деревни и видят картину. Деревенька небольшая, там что-то 20 домиков. В лесу и на небольшом холме стоит большой красивый дом. Поместье. Судя по всему, это охотничье поместье какого-то знатного человечка. И если в деревне горит свет, ходят люди, что-то и какая-то деятельность, то дом стоит тёмный и пустой. Потому что сейчас в межсезонье, сейчас никто не охотится. Она такая, заебись, если что, можно будет там сохраниться. Ну, а там, где, соответственно, охотничий домик, там наверняка есть кузнец в любом случае. Который ремонтом каким-нибудь занимается. В общем, мэрмалды. Вот, и они выходят, она присматривается, и в деревеньке в этой солдаты ходят. И FBI опен ап, короче, и открывают двери к сельюкам. Выводят их из домов и обыскивают. Типа проводят осмотр территории, скажем так, досмотр обыски. Вот, и она видит, что солдаты ведут себя очень сдержанно и вежливо, на самом деле даже. Они так аккуратно выводят людей, говорят, вы там это самое, всё нормально. Ты аккуратно зубы берёшь. Стой, возьми печеньки. Вот, и в целом ведут себя как бы нормально. Стоит капитан вот этих страшек. Не военный произвол, короче. Да-да-да, стоит вот этот капитан в керасе, как бы. То есть, он стоит, с какой-то женщиной общается. Такой, сейчас мы типа всё посмотрим, всё будет хорошо. Она такая, да, я понимаю, типа, вот вам, пожалуйста, бокал винишка подносит ему, он его попивает. Вот, инженер такая, ну заебись, раз пьёт вино, значит, нечистюли этот ебанутый, короче. Значит, отец только кофе пьёт. Ну вот, значит, можно как-то с этим жить. Она говорит, ладно, короче, давай как-то это огородами, блядь, попробуем до особняка пробраться. И только они выходят в какой-то переулок, им такие, стой, кто идёт. Он не оборачивается, там стражник с фонарём идёт на них, а они, типа, вычищь цепь намотал на руку и приобнял её так, короче, и кажется, как будто они просто прогуливаются. По цепи не видно. Вот, и жнивя такая, так, говорит, подыграй мне. Он такой, а что делать-то? И она как засосёт его, короче. Стоят они, лобызаются. Стражник, как бы, блядь, снимай с ним штаны. Стражник идёт к ним, с этим фонарём, ему капитан такой, что там, Валера? Он сидит такой, говорит, а, всё в порядке, командир, это какая-то влюблённая парочка. Он такой, а, говорит, счастливые черти, ладно, оставь их, хрен бы с ним. Надо ещё до города добираться, блядь, посреди ночи, говорит, всё, давайте, парни, сворачиваемся. Сворачиваются они и были таковы. Вот, тем временем Женевиева, как бы, отсасывается, наконец, от Вукотича, он её так отпихивает с тебя, такой, что ты делаешь? Я без этого, хоть бы на свидание позвала. Вот, а она ему клыком случайно проткнула губу, вот, и капелька крови ей в рот попала, она такая, вкусно. Братан, ты бы свои клы поел. Да-да-да-да. И, соответственно, добираются они до этого особняка, Женевиева думала, что придётся дверь высаживать, но там как-то всем похуй, там окно открыто. Ладно, хорошо, залазят в окно, пустой вот этот охотничий дом большой, красивый. Они забираются на второй этаж, там такая, типа, ну, гостиная, и на ней, там, как бы, вторым ярусом спальня типа. Ну, типа, да, тоже такая полу-полуспальня. Вот, ну, и, соответственно, Вукотич находит где-то бутылочку вина, такой, будешь? Она такая, нет, ну, хочешь, и спать лёг. Ну, типа, завернулся в какую-то шкуру, забился в уголочек, и с калочком свернулся и закемалил. Женевиевна такая, бля, говорит, и сегодня, походу, ночью не похаваю. Обидно. Что делать-то? Ты к нам спросила. М? Ты к нам спросила. А, стесняется. Ну, в смысле, она, ну, невежливо так делать, в её понимании. Ага. Вот, ну, и, соответственно... Этим, братан, да и похаваться. Да-да-да, они, Вукотич засыпает же, неё втыкает в стену, потому что стена охуенная, и Вукотичу снится сон. Он стоит на вершине мира и сражается. Великая битва, в которой смешались все расы, мутанты, хаоситы, короче, и прочее, прочее. Вся земля засыпана просто вот таким, наху, слоем костей и мёртвых тел. Он пиздится мечом, страшно, жутко и непонятно. Ему этот кошмар скинется каждую ночь. В его родной деревеньке местная бабка-гадалка пыталась ему что-то там, короче, попытаться как-то интерпретировать его сон, у него не получилось. В городе местная бабка-гадалка сказала ему, что, типа, ему надо проработать свои детские травмы. Он тоже нихуя не понял, что это значит. Вот, но так или иначе, он что-то спит, 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 и резко просыпается от того, что ему кто-то рот зажимает. Он смотрит, над ним же не верит, он про себя думает, она что, блядь, закона меня принимает. Да я когда просыпаюсь, вообще звуков не издаю, блядь, даже не дышу. Я профессиональный наёмник, блядь. Вот, она ему что-то пальцем показывает, он слышит голоса в доме. Что за хуйня, они подбираются к краю вот этого балкончика деревянного, смотрят, а там люди какие-то приехали. Ходят парочка слуг, какой-то мужик стоит в балахоне, в плаще, с капюшоном, и очень благородного вида дядечка. А на этого благородного вида дядечку узнаёт этот тот самый Костелян Бласко. Так. Вот, он стоит с бокалом вина, слуга ему там подливает, он пьёт. Вот, и вторая фигура, он, типа, в балахоне с капюшоном, типа, этого моралиста. За чистоту-то за эту. И он стоит как-то странно, типа, вот так. Может, у него сколиоз. Ну, и Вукатич такой, ага, мутант ебучий, судя по всему. Он, типа, проходится иногда по комнате, и он двигается так, как будто у него, блядь, 25 коленей. Ну, типа, такой, ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Гидравлик, да-та-та-та-та. Супер-мув. Ну, вот, и теперь-то, в принципе, Вукатич понимает, что они в деревне делали, солдаты. Ну, раз, типа, он приехал, они намедние, типа, всё проверили, всё обыскали. И такой, паршиво работают. Мы-то спрятались, и нас не нашли. Ну, вот. И стоят они, Бласко такой, хочешь винишко? Он такой, нет, спасибо, обойдусь. Ну, как хочешь. Раскрывается дверь, и заходит ещё несколько человек. Тоже в балахонах, в этих рясах, короче, Чистоплюев. Вперёд выходит один, и Женевева такая, что за знакомой говной потянула какой-то. Вот, а тот откидывает капюшон, а вот этот, сука, светится. Буквально, он горит. Горящий человек. Ну, у него, типа, лицо, кожа, а под ней огонь. И он светится поэтому. И на нём был балахон. И на нём было балахон. Жиропрочное. Ну, типа, он не горячий, он просто светится. А-а-а. Вот, и он подходит к этому, к Бласко такой, короче, кладёт ему руку на плечо. Такой, здорово, меня зовут Ефимович. Что? Да это Ефимович, блядь. Куда тут революционный ян. Да я понял. А он тут здесь откуда? Так он же в прошлой части сбежал из города. Ну. Прибежал сюда. Клином свет сошёлся, а. Ну вот. А Бласко на него смотрит такой, ну, и урод же ты, мать твоя. Он такой говорит, ну, а как ты хотел? Наши владыки, так сказать, иногда требуют странных жертв, Владислав говорит. Но, дают нам странные дары за это. Знаешь, как если бы ты в магазине странно расплачивался, такой, вот вам 10 рублей и курица. Да, да, да. И ракушечки нас собирал. Бласко такой говорит, так это получается я тоже, что ли? Он такой говорит, да, да. Если ты, так сказать, будешь служить владыке нашему Дзинчу, ты тоже станешь ебучим мутантом. Он такой говорит, а я как? Буду как высветиться или как этот еблан с 25 коленями ходить? Он такой говорит, ну, вот тут не угадаешь, к сожалению. Говорит, наши владыки, они же видят душу, так сказать. И в меру, так скажем, своей испорченности ты получаешь какую-то определенную мутацию. Вот хрен, говорит, что разберет, что там с вами будет. Он говорит, ну, не об этом речь-то. Он говорит, Бласко, друг мой дорогой, скажи-ка, все у нас по плану идет, я полагаю. Он такой, конечно, говорит, по плану. Говорит, вот в Жувбаре послезавтра будет открытие праздника, церемония большая. Со всей империей сливочки съедут, так сказать. И вот, он такой говорит, а Глинг-то выступать будет? Это, который лидер культа, чистотлюев-то. Он говорит, ну, конечно, он будет проповедовать на берегу черной воды. Там озеро ее, там черная вода называется. Вот, Глинг-то обратится к императору с призывом поддержать крестовый поход за нравственность. Ефимович такой, хорошо, хорошо. Говорит, а затем он умрет. Он такой, да, император. Не-не, Глинг-то. Его убьет человек, которого ты мне прислал. Маги-советники, говорит, они, ну, там, обеспечили магическую безопасность, но с катайской магией они дела не имели. Ну, тут про это про взять. Да, ну, типа, Ефимович Диэм Цинга этого, блядь, отправил, чтобы тот завалил Глингу. Он такой, превосходно, говорит, превосходно. А ты уверен, что ты сможешь занять его место? Конечно, говорит. Я там уже, блядь, в его структуру своих людей впихнул, их уже больше, чем, типа, всех остальных. Поэтому, как только Глинга даст дуба, типа, выберут меня, ну, типа, новым последователем, ну, начальником этого культа. Он такой, хорошо, хорошо. По мере того, как растут силы моралистов, увеличивается влияние незримой империи. Какая ирония судьбы, не правда ли? Мы используем в своих целях движение, созданное для борьбы с грехом. Блазка такой, ладно, я понял. Другой бы спорить стал. Да, он такой, ладно, говорит, если день чего-то пожелает, мы с тобой, дорогой Владислав, встретимся через три дня, говорит. Так что, бывай, следи, чтобы все было хорошо, говорит, и не подведи нашего владыку. Покинул капюшон и был таков. Владислав стоит такой, что ты, говорит, ну, и все ушли. Остался только он, слуга, которому вино подливал. И вот, слуга начинает падать, начинает реветь. Потому что мутанты ебучие вокруг, страшно же. Он такой, да, говорит, что это какую-то хуйню, я влез походу. Он такой, мэй, заебал, не реви. Он такой, а-а-а, встает на колени и начинает молиться шаль. И такой, сорян, 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 пожалуйста, смотри. Вот, и Блазка такой, говорит, заебал, вопить, достает кинжал и убивает. Кардинально решает вопросы тишины. Хорошо у него детей, блядь, нет. Ну да, закон о тишине должен соблюдаться. В это время мы видим День Чинга. Он в жувбаре, в одном из храмов, короче, вот этих частотников. Ему келью выделили. Он сидит и такой... Так он уже, типа, вернулся в жувбар. Да, да, да. Он сидит, короче... Какое они увозили, получается, этот конвой? Да, гобли нам отдать. Точно. Он сидит такой, говорит, что там, блядь, на душу не спокойно, говорит, надо погадать. Берет, значит, какие-то палочки тысячелистника. Потрес, сыпанул и такой... Чего-то какой-то странный расклад. Необычный. Он обычно перед убийством прям гадает, чтобы все было как надо. Он такой, не, говорит, это какая-то хуйня. Говорит, надо что-то тут проверить, походу. Достает из-под кровати коробочку. Коробочка особенная, волшебная. Ее там какой-то демон Дзинь сейчас, значит, ему заколдовал. Ее нужно открывать при помощи специального ритуала. Он начинает его проводить. Вот, где каждый элемент ритуала важен, потому что если он где-то что-то сделает неправильно и попытается открыть коробочку, у него сердце взорвется. Потому что Дзинь любит порядок. Он любит эти головоломки. Да. Ну и, значит, он этот ритуал провел. Открывает коробочку. Там какие-то магические атрибуты, какие-то штучки его там дзиньщицкие. И всякая такая вот хуйня. Он достает оттуда чашу. Такая, типа, медная чаша. Ставит ее, наливает в нее воды. Пару капель ягуарового масла. Я не знаю, из какой части ягуара оно выжималось. То есть, если это, наверное, из банки просто. А, кстати, да, наверное. Вот, прокалывает себе пальчик и... Три капли туда. Капает крови и начинает чашу раскачивать. Образуется водоворотик. И... Ну, короче, это, блядь. Тарелочка и яблочко. Вот, там появляется картинка. Он начинает туда смотреть. И он видит ту самую картину разговора Ефимовича и Бласка. Он такой, блядь... А через кого, типа, он смотрит? Через магию. А, все, окей. Вопрос снят. Это Magic Vision. Вот, он, значит, смотрит. Такой, блядь, вот Ефимович красавчик, конечно. Он служит-то ему, потому что он, типа, супер высокопоставленный, короче, культист. Он, типа, все красиво сделал. Да, у него там титул, что-то, блядь, владыка каких-то 15 демонов, что-то там, бла-бла-бла. В общем, крутой мужик. Он такой, вот, конечно, красавчик. Он смотрит дальше эту комнату и такой, а это что такое? Подзумил, пиксели разгладились. Сериал метод. Ну вот, а там на балконе жильевел, блядь, с лучи, чем битвы. Что там происходит? Он такой, я же их знаю, блядь. Они же у меня сбежали. Сука, говорит, это хуйня какая-то. Достает из коробки свисток такой. Просыпайся, блядь! Свистит в него. И из свистка такой... Появляется привидение. Это его, блядь, какой-то там прадед, который, типа, ему служит. Ладно. Ну вот. Ну а что? Его зовут Ксоу. Призрак предка. Появляется такой мудрый, у него еще усики такие. Он, да. Какой-то старый китаец с седыми вот этими длинными усами. В кимоно, блядь, каком-то, короче. Он сидит в позе лотоса. Он такой, пиздуй, говорит, найди их. Сделай что-нибудь. Он такой... Лотос плывет. Лотос живет по реке только лишь до тех пор, пока его не настигнет волна. Когда я был молодой и амбициозный, я хотел готовить тофу. Ну вот. Ну и улетает, короче, он по своим делам. А наши герои нам показывают следующее утро. Короче, не нашли ли они в этой деревне Кузнеца каким-то макаром. Поэтому просто спиздили телегу с мулом. И уехали из нее. Едут они, короче, дальше. И Женевева такая, блядь, говорит, надо что-то, походу, это самое... Делать? Делать, потому что, ну, заговор же, блядь. Заговор же. Лукотич такой, чего делать? Она такая, говорит, в смысле, ну а-ка, подожди. Я чувствую здесь кого-то мертвого. Он такой, да здесь наверняка, блядь, трупов валяется до ебиной матери. Мы же в ФБ. Она такая, не-не-не, он мертвый. На живое. Говорит, здесь кто-то... Какой-то дух незрима с нами рядом. Он такой, ты что, упоротая, что ли? Тебе солнце, может, напекло? Она такая, нет, нет, нет. А они, типа... Еще спиздили пару одеял из особняка, типа, и просто укутались в них. Ну, потому что прохладно, горы все-таки. И она такая, нет, говорит. Слушай, я в магии не сильна, но кое-что попробую. Катчу-чатчу-чатчу! Вот. И проходит волна магии, и в воздухе появляется китайский дед. Такой. Она такая, дед. Он такой, я вижу. Блядь, в натуре призрачный дед. Дед подлетает ближе к ним. И такой, о-о-о! Приветствую вас, подстенные! Я присыл, чтобы передать вам бесконечное позолание благополучия от моего допостостенного потомка, мастера Ден Цинга, который достигнет высокого пятого уровня в пагоде Ценцина. Меня, вас его недостойного слугу, зовут Ксоу Цинг, и я пласу вас его дозволение передать послание, которое, надеюсь, вы милостиво выслушаете. Они такие смотрят на него. Он такой, но под полозом это да. Я вот тоже люблю слушать рандомных появляющихся в воздухе дедов. Да-да-да. Он такой, мой потомок не зылает вам зла, и обещает, что больцы не притянут вам вреда. Он просит лис в течение трех последних дней, чтобы вы оставались в лесу, и не пытались передать кому-либо из злителей зуббара сведения, которые случайно узнали плослой ночью в охотничьем домике. За это мой потомок наградит вас, как вы того позылаете. Богатство, высокая должность, духовное наставничество, тайновое знание. Все это может стать вас им, если вы просто воздержитесь от каких-либо неподоблодействий. Слушай, вот молодец, Динчинг. Ну? Просто попросил. Да. Ну, то есть я тут тоже удивился. Желевева не очень сращивает, она такая, хуй знает, фаербол! Выпускает какую-то магию в деда. Я не особо сильно в магии. А дед, он же типа этот, блядь, мастер шифу, короче, в него летит шар, он такой типа, хоу, хю! И не пробила его. Так. Она такая, ох ты ж, сука, пиу-пиу-пиу! Начинает от него стрелять магией, а он такой, хоу-хю-хю-хоу-хю! Так. Отбивает все ее выпады. Она такая, что-то я заебалась, дед-то вообще непробиваемый. Он такой, мне больно думать о такой возможности, но если вы ответите отказом на великодусное и справедливое предложение моего потомка, я подозреваю, что он с улова вас поколает. Как помостник победителя пятнадцати демонов, пользуясь и благосклонностью своего господина, он может прибегнуть к могущественным заклинаниям, против которых вам не устоять. Угу. А он все это время ближе подлетает, короче, к ним. То есть он уже вот прям перед ними. В общем, он расписывает, как им будет хуёво, если они не примут, типа, великодушное предложение этого, блядь, Джетта Ли. И Женевеева такая... Смотрит у нее, типа, этот, ну, кандал. Угу. Серебряный, железный, она такая... Ха! И втыкает его в призрака. Призрак такой... И лопнул. Она такая... А? Серебро и железо. Пизда ему. Ха-ха-ха-ха. Как я его, говорит, вампиры не единственные, кто серебра боятся. Такой... Проткнуло деда. Да, выкатичит, такой, говорит, ладно. А ему вообще похуй, как-то по большому счету. Ладно, поехали дальше. Ну, знаешь, он просто уже выгорел. Он такой, ну... Едут они дальше по дороге. Женя такая, да, в смысле, говорит, ладно, блядь, надо в жувбар ехать. Он такой, не надо нам в жувбар ехать. Она говорит, да как это не надо-то, блядь, если надо, заговор же, заговор! Так интересно, так интересно. Да, он такой, это вы, блядь, герои империи, там в каждой бочке затычка и заговор. Я, блядь, простой наемник. Мне платят денежки, я машу мечом. Мне нахуй эти заговоры не уперлись. Вот, говорит. Она говорит, ну если бы не остановим заговор, это же начнется какая-нибудь война, какая-нибудь хуйня, какие-нибудь волнения. Он такой, я тебе еще раз повторяю, говорит, кроля, я наемник. Война, волнение, это, говорит, мой хлеб буквально. Чем больше проблем, тем больше у меня работы. Смекаешь? Логично. Она говорит, ну что же будет со старым светом? Он такой, я не знаю, мне старый свет не платит. Я как бы императору не служу, говорит, так что, да похую мне по большому счету. Она такая, говорит, господи, ты что, вообще без платы, что ли, ты даже пальцем не шевельнешь? Он такой, да. Она такая, ладно, я тебе заплачу. Он такой, что я не вижу у тебя золото в карманах. Она такая, ну золота, может, мне нет, но есть серебро. Такой, ладно. То есть ты меня нанимаешь? Она такая, да. Ну ладно. Поехали дальше. Первым делом нужно все-таки снять этот ебучий кандал. В итоге не добираются до деревни. Ну, за нее должно быть денег уже, да пизды, учитывая, с кем она там спалалась. Она лежала, она из гостиницы, в одних трусах убежала. Да не, я понимаю. Ну, на счету где-то может и лежат, да, действительно. Учитывая, что она и с этим, с режиссером-то тусила долго, что с капсальной издатью там тоже спала торжественно. Ну да. Я не поверю, что Женевева как баба как бы не упустила возможности, где-то бабла подзаработали в любом случае. Ну да, да, да. Вот, ну так или иначе, они приезжают в какую-то деревню, короче. Там, блядь, эти поборники чистоты развели посреди деревни большой костер и зажигают в нем книжки. Они там нашли, короче, какую-то библиотеку какого-то местного чувака и зажигают. В общем, они зажигают все. Они такие, мы зажигаем только запрещенную литературу. А им такие, а какая литература у вас запрещена? Они такие, вся. Что за глупые вопросы? Да, потому что, короче, буквы боги не любят. Буквы. Типа вы читаете книжки, нахуй, потом вопросы задавать начинаете, кому это надо? Вот, и они подъезжают ближе, в Женевье вот такая, типа, люди добрые, а что это происходит-то? Они такие, да вот, типа, эти люди-глинки хуйню есть какой-то занимаются. Вот, а рядом стоит юноша, короче, он, типа, этот, поэт. Ну, судя по его ебалу. Ну, одухотворенный. Да-да-да, он такой, аморальные книги, говорят, они жалкие тупицы, они не умеют читать и не умеют писать, зато точно знают, какие книги вредные. Вот, ну, те продолжают бросать книжки в огонь, и пацан такой, глупцы и дикари, вы никогда не заставите умолкнуть голос искусства! Культисты такие, о, разворачиваются, подходят к нему, берут свои железные посохи, и когда они его ебашить? Он такой, ай, ладно, я понял, ай, 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 голос искусства молчит, ау, ау! Ну, вот, пиздошит его. Вот, а-а-а, там стоит дама, рядом с ними такая, короче, мощная женщина, такая, неплохо одетая, по деревенским меркам, пиздюказарку держит. Вот, она такая, да, а, это он баламутит народ, длинноволосая, позорище, потлатая, а у него волосы длинные у этого, поэта были. Ну, вот, и... Что-то классика, классика какая-то, жанра просто. И тут очень странная отсыл очка происходит, потому что женщина дергает пацана за руку, такая, идем, идем, Дэтлов, ты ведь не хочешь быть с этими плохими людьми, с поэтами, писателями, актерами и шлюхами? Когда ты вырастешь, ты станешь зеленщиком, как твой отец, и обеспечишь нам достойную старость. Ждивева смотрит на пиздюка, пиздюк смотрит на нее, и у них происходит ебучее запечатление из сумерек. Это сын Дэлла Фавилька? Да нет, в том-то и дело, и это не прошлое, я бы понял, если бы это было, знаешь, ну, типа, прошлое. Ну? И они бы, ну, как бы, и она бы встретила юного Дэтлов, она прибыла, нет. Пацан смотрит на нее, она смотрит на него, у них возникает духовная связь, и она такая, пацан всю жизнь будет балдеть по вампирам, типа. Как Билла зубить? Билла, типа, всю жизнь будет уграть по блондинкам. А-а-а. Типа, как, че, блядь, это, вот, я не знаю. Это, в это время Матрона такая поворачивается к Женевею, такая, ты что на его сына смотришь? Штрахнуть ее хочешь? Женя такая, чего, блядь? Она такая, шлюха! Да, она такая, а вот эти вот, а вот это вот заодно с ними, с ним, говорит, с поэтом этим, ей тоже ебало, разбейте. Ну, а культисты ее два раза просить, она такие, ладно, хорошо, идут бить ебало ей. Вот, и тут им дорогу перекрывает Вукотич. А он-то, блядь, в отличие от Вучича, блядь, парень здоровый, он просто стоит вот так вот, за ним же Невьева. Культисты выходят такие, посмотрят, говорят, да ну нахуй с ним связываться, разворачиваются, идут обратно. Женщина такая, это что это такое-то, вы же грешников наказываете, они такие, женщина. Вот убьют, тогда и переходите. Да, вот, и в толпе начинается драка среди людей, потому что все начинают, короче, тут срабатывает вот это, фрэншип, потому что все такие, типа, а вот он у меня курицу украл, а этот мою жену упер, короче. Все начинают друг друга крыть хуями, культисты такие, ну, походу, у нас здесь есть работа, давай всех лупцевать, люди давай пиздить тоже друг друга. В общем, в итоге Женщина там, они еще, типа, блядь, эти долобоебы заехали на своем муле и на телеге в толпу, и теперь они из нее выехать не могут, потому что все хуярятся. В процессе драки какой-то мужик подбегает к мулу и начинает бить ему ебало. Не знаю, может, с соседом перепутал. Мул ни хуя не понял, боднул его. Тот расстроился, выхватил нож и зарезал мулу. Еще доебался, я не совсем понял. Но, тем не менее, Женщина с Вукотичем выбираются из толпы и такие, надо, блядь, где-то укрыться. Такие, э, мужик, а там мужик идет, э, мужик. Он такой, что? Такой, есть гостишка здесь? Он такой, да, вот там на краю деревня. И мул вылетает такой, на нахуй. Блин, боевые животные, я снова вернусь в Архангель. Да, 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 говорит, мирный приют называется. Они такие, а, ну все, спасибо. Ну, давайте, да. Пошел там толпу тоже хуярится. Эти приходят в гостишку. Они идут и, ну, а это Вукотич у него спрашивал. Женева такая, говорит, какая нахуй гостишка, у нас денег нет. Он такой, да, говорит, ты заметил, у Матроны был очень хороший кошелек. Наверняка она не обиделась, что я его подрезал. А он подрезал. Одной рукой. Да, говорит, так что деньги есть. Они доходят до гостишки. Вукотич такой, говорит, нам одну комнатку на одну ночь. Мужчина такой, а как вас зовут? У меня тут книга вообще-то, все серьезно. Видите, я мне пишу. Он такой, блядь, ну, Шмидт. Я писать-то не умею, просто галочку ставлю. Да, он такой, Йоганн Шмидт, Мария Шмидт. Мы муж и жена. Он такой, ну, тут дело-то такое, тут культисты эти чистоплюи, поэтому мы новых посетителей не регистрируем. Может, вы какие-то садомиты непонятные. Он такой, так мы у вас останавливались? Он такой, да. Он такой, да. Такой, ладно, проходите. Как все просто. Они остаются там на ночь, как-то. Тут я немножко ускорю события, потому что происходит какой-то лютый пиздец. Они остаются там на ночь. Ночью, типа, приходят в комнату, женева такая, блядь, говорит, искупаться бы, вот ванну бы сейчас. Он такой, говорит, ну, блядь, это вы городские неженки, ванна, хуя, она говорит, вообще-то ты тоже два дня не мылся, воняешь, пиздец. Он говорит, ну, извини, идти, говорит, что поделать-то. В итоге они раздеваются, около дружатся в кровать. Вукотич какое-то время тупит, а потом такой, блядь, со мной же 16-летняя сочная телка лежит. И трахнул ее. Она была не против. Вот, оттарабанил ее. Очень быстро. Тут написано, что очень-очень быстро справился. Не знаю, за что автор не любит Вукотича. И уснул. Ночью просыпается от того, что Женевева ему лижет шею. Вот, она такая, ты что делаешь? Она говорит, ну, ты же мне вдул? Вдул. Он такой, и что? Она говорит, ну, теперь мне хочется немножечко этого самого. Она говорит, ты что, меня трахнуть хочешь, что ли? Она такая, не совсем. И кусает его. Так. Он теряет сознание, просыпается, утром рано, шея болит, все тело ломит. Он такой, ты что, блядь, охуела меня кусать? Она говорит, а как ты хотел? Она говорит, ты же в меня что-то воткнул, и я в тебя что-то справедливо один-один. Он такой, ну, блядь, я-то вообще-то твою кровь не пил. Она такая, ой, говорит, да хорош тебе, говорит, ты ебучий мужлан, блядь, со своим пенисом наперед сбегаешь, у тебя сколько, говорит, по стране бастардов? Он такой, ну, штук 17, это немного. Она говорит, много-немного, говорит, неважно, главное, что ты этих баб несчастных против их воли наверняка тарабанил. Говорит, так что иди-ка ты нахуй, говорит, попила кровью и попила, а что ты не сделаешь? Так-то да. Ну, вот. Он такой, ну, блядь, как-то все равно это, говорит, у меня теперь все болит. Она говорит, нормально, денечек поболит, говорит, потом пройдет, все хорошо, блядь. Вот, они в итоге спускаются вниз. А, в это время, чин-чинг, сидит у себя, блядь, я опять раскрутил свою чашку. А, дед прилетел, говорит, я обосрался, он деда в ад отправил, нахуй. Он буквально, он такой, он отправил деда в ад на 150 лет, подумать о своем поведении. А что, ладно. А какой ад у катайцев? Это хуй его знает, он сказал, что просто отправил его в огненную преисподнюю. А-а. Чего там он не видит? Ну, так или иначе, он раскрутил свою чашку, смотрит, как эти трахаются, и такой... Такой, говорит, ладно, возьмем их по-другому, говорит, время катайской магии! Земля! Ого! Он призывает, типа, пять стихий. А, пятая какая? Дерево. У китайцев это стихия. А-а. Призывает он пять стихий, и такой, типа, это, единение! И отправляет их, ну, решить вопрос. Эти два, блядь, биба, эти два потрахульщика, блядь, сосальщика, утром спускаются вниз, там стоят эти чистоплюи. Кабачик такой, вот, вот они, ночью слышал, ох, ох, они там такие звуки издавали. Ну, и чистюльщик такой говорит, ай-ай-ай, говорит, что же вы, садомит, трахаетесь, не надо так делать. Он такой, в смысле, блядь, садомит? Это моя жена, я ее муж, могу ебать ее, когда хочу. Он такой, нет, не можете. Э-э-экшули. Говорит, э-э-э, это, потрахушечки-то только для продолжения роду. Он такой, говорит, ну, так у нас двое детей в жулбаре живет, говорит, ну, вот, третьего, может, заделали. Он такой, ой, говорит, рассказывай эти сказки, блядь, кому-то другому. У тебя ж наебали написано, что ты, это самый, наружник. Да. Он говорит, да, да, он говорит, так что вы доебались-то до нас, получается, мы же женаты, можем трахаться. Он такой, а где от бумаги, что вы женаты? Он такой, ну, извините, нахуя, я с собой не ношу. Он такой, ну, ладно, говорит, у нас тут как раз очень не кстати жрица Верена есть. Жрица такая, здрасте. Он говорит, давай, жених. Жрица Верена такая, ладно, согласна ли, как у вас, говорит, Шмидт, этот, он говорит, Йоганн, она такая, согласны ли вы, Йоганн, взять в жены эту женщину, Марию. Вухачич говорит, слышь, вам вообще можно жениться-то? Женевевая такая, говорит, я, если честно, никогда об этом, и кабак взрывается, нахуй. Кабак взрывается, нахуй, короче, и Вухачич обхватывает Женевеву, типа, падает, прикрывает ее. У него в спине так, деревяшки повтыкались. Он оборачивается, стоит жрица, блядь, у которой из груди торчит деревянный колон, такая, ох, ебать. Ну, типа, они там все разлетелись. Женевева вот с такими шарами такая, ебать. А если бы, говорит, мне бы такая палка в грудь прилетела, я бы сдохла же сразу. Я же вампыр. Палки не люблю. Палки, говорит, не люблю, да, по крайней мере, деревянные. Вот, тем временем в гостинице начинает закручиваться вихрь из щепок. И щепки собираются в двухметрового мужика деревянного. Вухачич такой... Орфен Джоус. Вухачич такой, это что за хуйня? Женевева такая, это катайская магия, стихийный голем, элементаль. Он такой, какой нахуй стихийный, он же деревянный. Она такая, в Китае дерево стихия. Она же по Катае путешествовала какое-то время, типа, обучалась у мастера по. Панда, панда, вставай! Вот, и он говорит, делать-то что? Она говорит, беги, дурак! И они бегут из кабака, выбегают, на улице стоят культисты, такие, а что у вас там происходит? Вылетает этот элементаль и начинает всех разъебывать. А он еще, типа, не освоился своим телом, поэтому бежит иногда немножко падая. Ну вот просто машет руками, ебашет этих культистов. Это Макуджин из Текина. Да, кстати. И из нее такая, о, говорит, смотри, коляска, на которой культисты приехали, там, с лошадкой. Они в нее прыгают, такие, дры-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. И как-то надо еще, давай съебывать из этого городка маленького. Элементаль за ними не поспевает, отстает. Вукатич такой, фу, говорит, хорошо, съебались. Она такая, говорит, слушай, ну стихий-то еще, вообще-то их пять. Он такой, да? Она такая, говорит, да, вода, например. И просто вылетает река и сносит нахуй их ебитку. Они, типа, они начинают заваливаться. Она такая, бля, говорит, там же еще воздух. Вихрь уносит их коня. Это что за, блядь, форсаж. Она такая, а еще там есть земля. На них падает гора и в конце прибегает огонь и начинает все это еще и поджигать. Они сделали глиняный кувшин. Это какая-то клоунада ебучая. Короче, их окружают четыре элементаря. Пятый подбегает деревянный. Подождите, подождите. Вукатич говорит, что делать-то будем? Они же нас сейчас ебнут. Вот она такая, женевая, говорит, спокойно. Есть у меня одна тема, говорит, меня китаец по научил этой методике. Говорит, победить их нельзя, но можно наебать. Он такой, смотри, как это делается. Выходит вперед. И на Катайском. Ну, она же не ве, она все знает. Поворачивается к этим элементарям и такая, о, уважаемые представители владыки стихий. Я, конец, она дико извиняюсь, и я принимаю свое поразение. Вы действительно могусти и великие. Я лишь скромно опросу вас, чтобы мою жизнь отнял самый достойный и сильный из вас. Они такие... Они такие... Она такая, как это? Не узали, если где вас нет самого сильного и самого достойного? Да я не поверю, что такие крутые пацаны не могут разбить друг другу ебальнички. Они такие, правда, что это мы? И аннигилировались нахуй. Всесторонне развивайтесь и читайте книжки. Рано или поздно у вас обойдет пять элементарий и нужно будет знать культуру. Ну, загадку сфинкса тоже на всякий случай, если что, ответ человек. А, про ноги? Ага. Ну и дальше начинается, как бы, по сути, финальная часть, которую я перескажу на секунд за 15 примерно. Короче, они добегают до этого черного озера. Они с одной стороны озера, церемония, блядь, с другой, где жуфбар. Они такие, еп, твою мать, нашли какую-то лодку, поплыли. В это время начинается церемония. Собралась куча людей, выходит Глинка, в толпе стоит синцинк, у него, короче, этот, блядь, джедайский кинжал. Это, короче, кинжал, который может убивать на расстоянии. Ты показываешь им на врага, и оттуда... Это нож-бластер. Ключ, нож, ключ, нож, надежный, безопасно. Глинка начинает толкать лекцию. Все его слушают, типа проповедь. Вот, и джедайский кинжал такой, ладно, говорит, пороха, походу... А, ну, тайм, этот, бласка тоже стоит, он такой, пороха, походу, пора его ебашить. Достает из-за позоха этот кинжал, такой, думает, сейчас я ему ебану прямо промеж глаз, короче. В это время со стороны озера такие, стойте! Там предатель среди вас! Все оборачиваются, а там вукотич, нахуй, гребет, а не все еще скован, еженевелым рукой машет. Все такие, чего, блядь, и джедайский кинжал, такой, ай, ладно, хуй с ним. Пиу! Стреляет в Глинку. В это время мимо проходит какой-то еблан, он просто шел мимо. И такой, блядь! Дин Цинк такой, какая, блядь, рандомная и неприятная ситуация. И начинается литая свалка, короче, Глинка бросается бежать, все начинают орать, Женевьева, короче, с этим выбегают, такие, вон тот пидор, культист Зинча! Цин-цинк такой, типа, ну и хуй, я тогда прячусь, короче. Взмахивает руками вокруг, ну что, на него начинает закручиваться вот эта катайская, блядь, магия, какие-то вихри, блядь... Огненный дракон! Да, огненных драконов, перемешку, блядь, с какими-то листьями сакуры, у него вырастают крылья, ну вот, у него изо рта и из глаз начинает идти белое облако, которое начинает его окутывать, он взлетает в небо. Глинку там пытаются, короче, оттащить, в это время два батлмага, которые здесь были, типа, охраняли, они такие, о, заебись! Начинают его поливать магией, Дин Синк такой, выебанутый, я ж катайский маг, я ж сверхчеловек, блядь! Щелкает пальцем, один сгорает, другой замораживается. Вот, аааа, потом он смотрит, короче, на Глинку и такой, говорит, ну и ладно, ну и хуй бы с ним, в принципе, кастует мега заклинание, выпускает, нахуй, гигантский шар магии, который такой, помнишь, в Ланринге был пузырь, вот летит этот пузырь в сторону Глинки, чтобы его убить. Ежедневно такая, надо что-то сделать, надо что-то сделать, надо что-то сделать, серебро и железо, ура! Она выбегает навстречу этому пузырю и запихивает в него руку. Ладно. Пузырь взрывается. Как? Ну, задинаил его. А, ну, а что у этих, у Харнавских, у Гончи уже есть ошейники Динаи? Ну, это-то немного другое все-таки, это не просто серьезный. Ну, тем не менее, она, короче, развеивает это заклинание при помощи вот этой цепи этих своих. Дьян Чинг на нее смотрит такой, говорит, встретимся в следующий раз, сучка, и исчезает. И заканчивается эта глава очень прикольно, потому что Вукотич смотрит на Женевьеву, смотрит на исчезнувшего Дьян Чинга и такой, почему он только ей это сказал, я же тоже участвовал. Ему даже как-то обидно стало. И теряет сознание. Ну, там они дрались с ним, с Кин Чингом и с этим. Приходит он в себя, лежит в кроватке. Их уже расковали, он открывает глаза, типа, кандалов нет, садится, рядом с ним этот Бласко. Да, не Бласко, а там другой, короче, крутой чувак, тоже капитан какой-то жоп-барский. Он такой, а где, а как, а где Женевьева? Он такой, а, Женевьева съебала рано утром. Говорит, попросила тебе привет передать ей вот эту вот хуйню и кладет кандалы, эти посеребренные. Говорит, сказала, что ты поймешь. Он такой, ладно, я понял. Забирает их. И так грустно ему стало. Это могло быть началом прекрасной дружбы. Да, потому что, так сказать, он в нее практически влюбился. И навсегда она засела ему в душенькую сердечко. Ну что ж, эф, зарабитое сердце. А потом он встал на дело, что ну и пошел по своим делам. И на этом заканчивается, собственно говоря, этот замечательный рассказ. Кровавая жажда, красная жажда. Ну, что могу сказать, вообще он сам по себе очень тупенький. Ну, да. Да нет, слушай, здесь... Ну, разлакекный, как и вся Женевьева. Я надеюсь, что они связаны между собой, а не просто набор рандомных историй. Судя по всему, это все-таки набор рандомных историй, на самом деле. Потому что, ну, в самой аннотации говорилось, что это просто сборник рассказов. Ну, может, там они как-то переплетутся. Ну, поживем увидим, в принципе, да. А так, спасибо вам, что посмотрели. И, надеюсь, повеселились так же, как и повеселились мы. Следующий рассказ как раз-таки у нас будет называться «Нет золота в серых горах». И Женевьева просто ходит и ищет под каждым как-нибудь рассказ. Такая, да, блядь, я не выдерживаю. Вот. Ну. А на сегодня все. Да. Так что пишите ваши комментарии чуть ниже. Отдельный респект Александру Белоусову, который проспонсировал эту серию. Спасибо. И Витя Дарья. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok